Значит, давайте продолжим. Давайте поговорим вот о чем. Смотрите. Время от времени, как мы уже знаем, Python выдает какие-нибудь сообщения об ошибках. Наша программа делает чего-нибудь такого, чего делать нельзя. И Python ничего не остается, кроме как прекратить ее выполнение и выдать какую-нибудь ошибку. Ну, причем это может возникнуть из-за того, что какая-то ошибка в программе, просто вы написали неправильный код, неправильно реализовали какой-то алгоритм. А может оказаться, что это не то, что в программе ошибка, а есть какие-то входные данные, с которыми ваша программа не может справиться. Ну, давайте в качестве такого простого примера представим себе, что мы делаем какую-нибудь вот такую штуку. Значит, просим пользователя ввести число, а потом печатаем, скажем, единицу, деленную на это число, на обратное число. И понятно, что эта штука будет прекрасным образом работать до тех пор, пока мы не введем ноль. Когда мы вводим ноль, понятно, что вот эта вот строчка, единица, деленная на х, не может быть выполнена. У нас возникает проблема деления на ноль, и мы получаем сообщение об ошибке. И тут дальше есть два варианта. В принципе, вот эта вот ситуация, она в некотором смысле ненормальная. То есть она нормальная до тех пор, пока вы сами пишите для себя код, сами запускаете, когда вы сами пользователь своей программы. Но если вы пишите какую-то программу, которой будут пользоваться другие люди, ситуация, когда пользователь что-то сделал, а программа просто вылетела с какой-то ошибкой, это, но, как правило, не тот пользовательский опыт, которого вам хочется. Поэтому, по идее, ошибки, которые в программе происходят, они должны как-то обрабатываться. Ну, понятно, что конкретно вот в этой ситуации мы могли бы просто сказать, что-нибудь вроде такого. Если х равняется нулю, напечатать сообщение об ошибке. В противном случае напечатать единицу, деленное на х. И, в принципе, это будет работать. Но, с другой стороны, я все равно могу эту программу сломать, если я вместо числа напишу что-нибудь вот такое. В этом случае проблема возникает вот здесь, когда мы пытаемся переконвертировать его в целое число, у нас возникает явная проблема. Ну, и, в принципе, вы можете теперь написать какой-нибудь код, то есть как бы вы могли бы теоретически эту проблему решить. Но теоретически вы могли бы сделать что-нибудь в таком роде. Вот, допустим, вы сначала вводите S, потом вы проверяете, правда ли, что S – это число. Не совсем понятно, как проверить, правда ли, что S – это число. Ну, допустим, если это целое число, как устроены целые числа? Как устроены строчки, которые содержат целые числа? Там есть только 10 символов от 0 до 9. Других там быть не может. Хорошо, давайте мы проверим. Ну, если только вы не будете считать число 1.0 целым. Да, ну, теоретически можно было бы проверить, правда ли, что, допустим, множество символов. Кстати, вот если у вас есть строчка, то эта строчка, она на самом деле ведет себя как список своих символов. И, например, если вы сделаете множество из строчки, то это будет множество, которое состоит из отдельных символов. Поэтому, в принципе, можно было бы проверить, проверить что-нибудь вот в таком роде из subset. Давайте я скажу вот так вот. Вот какой-то такой код получается. Теперь, ой, я забыл добавить код, который все-таки мне сделает. Ой, тоже плохо. Видимо, вот такой вот правильный код. Вот так, похоже на правду. Но на самом деле нет. Потому что, если я просто хочу ввести целое число, то, например, вот это тоже целое число. Моя программа будет на него ругаться. Поэтому, по идее, мне нужно разрешить минус тоже, добавить в наше множество разрешенных символов. Кто видит проблему с этим подходом? Один минус один не является числом. Да, вот какая-нибудь вот такая вот штука, ее невозможно превратить в число. Вот. В общем, даже вот такая вот сравнительно простая задача, типа определить, является ли строчка целым числом, уже оказывается довольно нетривиальной. На самом деле, она даже более нетривиальна, чем кажется, потому что, например... Да, нет, смотрите-ка. Такая штука тоже не проходит. Ну, ладно. В общем, конечно, возникают трудности некоторые. И, как вы видите, что вот эта вот моя логика, которая пытается в явном виде отловить все ошибки, она становится все сложнее и сложнее. Ведь у нас же есть какие-то вложенные ивы возникают. Вот. И вместо того, чтобы делать вот так, можно использовать другой подход, а именно наоборот. Не пытаться заранее себя обезопасить и заранее предусмотреть все возможные проблемы. Наоборот, попробовать сделать то, что хочется сделать, а дальше, если проблемы возникнут, с ними разбираться по мере их поступления. И для того, чтобы реализовать этот второй сценарий в многих современных языках программирования, есть механизм исключений, exceptions. Есть он и в питоне. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, давайте я вернусь в мою самую-самую первую версию этой программы, когда у нас вообще не было никаких ифов. И мы просто печатали единицу для ннx. Теперь можно сделать такую вещь. Смотрите. Значит, можно вот этот вот код обернуть внутрь блока try, а в конце блока try написать блок accept. И, например, здесь обработать вот этот zero division error и сказать, что мы не можем использовать ноль. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, во-первых, если число хорошее, если вот этот вот код внутри блока try проходит без проблем, то вот этот блок accept вообще не выполняется. Давайте я в конце еще напишу какой-нибудь print, чтобы было видно, что программа закончила работу. Вот видно, что вот этот блок внутри accept не выполнился, а вот эта вот строчка print that's all выполнилась. Если в процессе выполнения вот этих строчек возникает ошибка, дальше мы переходим к блоку accept. И дальше вот в блоке accept написано, какие именно ошибки он обрабатывает. В данном случае вот конкретно этот accept обрабатывает ошибку, которая называется zero division error. Давайте посмотрим, как это работает. Вот я ввел ноль. И произошло следующее. У меня выполнилась сначала вот эта строчка. Она выполнилась без проблем. А потом у меня стала выполняться вот эта строчка. В процессе этого выполнения произошло деление на ноль. После этого эта строчка перестала выполняться. Ну и если бы здесь было бы... Давайте добавим какой-нибудь еще print. Видно, что вот этот print тоже не выполнился. Но зато мы ушли вот сюда. Поймали, как говорят, это исключение. В C, вот эта вот штука, которая здесь называется accept, в C она называется catch. Типа компилятор бросает исключение, а вы его ловите. И выполнился вот этот вот print. Мы увидели, что нельзя использовать ноль. И дальше пошли дальше. То есть, как видите, несмотря на то, что вот здесь произошла ошибка, никакого вот этого страшного непонятного кода с трейсбэком мы не видим. Потому что наша программа обработала эту ошибку и не стала ее показывать пользователю. Как-то она обработала в соответствии со своей логикой. Но сейчас мы обработали только ошибку Zero Division Error. Как видно, если у меня возникает какая-то другая ошибка, то проблема остается. Все равно исключение происходит. То есть, что происходит? В процессе выполнения вот этого кода, если здесь возникает какое-то исключение, то дальше вот этот вот код смотрит, какое именно исключение возникло. И если это вот это исключение, то он его обрабатывает. А если это другое исключение, в данном случае вот это исключение называется Value Error, он ничего с ним не делает, и оно таким образом снова выскакивает, показывается пользователю. Значит, если у меня возникла проблема типа Value Error, я могу теперь сделать такую штуку. Я могу дописать сюда еще один Accept. Написать, что я обрабатываю именно Value Error, и могу написать, что... Что, видимо, введено что-то другое. И видно, что действительно, теперь если я ввожу что-то не похожее на число, то мне об этом говорят. Если я ввожу что угодно похожее на число, то, что можно сконвертировать в Int, и не ноль, то все работает. Не знаю, честно говоря, можно ли сломать тот код, который я сейчас написал. То есть можно ли сделать такой пользовательский ввод, при котором ошибка все-таки возникнет, ошибку все-таки сообщат пользователи. Но вот как так сходу не получается, но, может быть, это просто я плохой тестировщик. Ну, вот 1.0, он считает, что это не число. Ну, и ладно. Вот, в общем, как видите, вот такой вот код в данном случае, он оказался более... Ну, во-первых, он правильно понимает, кто такие числа, а кто такие не числа. Потому что мы не пытаемся здесь еще раз реимплементировать, еще раз реализовать функцию Int, которая конвертирует строку в число. Эта функция может быть нетривиально устроена. Я, честно говоря, не знаю, как она устроена. Вот. Но вместо этого мы просто ее используем, и в частности используем тот факт, что в каких-то ситуациях она может выдать ошибку. Но мы эту ошибку поймаем, ничего страшного. Вот. Вот такой вот механизм исключений. Надо сказать, что в Python он используется довольно активно. И не могу сказать, что мне это сильно нравилось. Потому что исключение – это то, что называется нелокальный переход. То есть анализируя код, вы... Вот если у вас код написан без вот этих вот блоков try-accept, вы, в общем, всегда можете понять, какая строчка после какой может быть выполнена. И если вы используете исключение, то у вас может так оказаться, что вы бросаете исключение где-то в одном месте программы, а дальше оно обрабатывается где-то совсем в другом месте программы, и заранее вообще невозможно понять, что оно будет обработано именно там. Но, тем не менее, довольно часто без этих самых исключений не обойтись. Вот. Значит, сейчас я показал, как обработать два отдельных исключения. Значит, одно деление на ноль, другое – value error. Но минус этого подхода состоит в том, что нам нужно предусмотреть заранее, какие именно исключения у нас могут произойти. В одном случае у нас код довольно простой, и, в общем, более-менее понятно, что там может пойти не так. Довольно часто у вас возникает задача запустить какой-то код, в котором много чего может пойти не так. Не потому что вы его плохо написали, а потому что, потому что она работает с каким-то хитрым, с каким-то сложным вводом. То есть, допустим, вы запросили какие-то данные откуда-то, из какого-то внешнего источника, и эти данные могут оказаться... не плохими, не правильными, а тысячи разных способов. И для того, чтобы такие штуки обработать, иногда вы можете угадать, какие именно ошибки возникнут, иногда не можете. Если вы совсем не можете угадать, то вы можете сделать такую штуку. Давайте я сейчас покажу. Если вы пишете просто accept и вообще не указываете, какое именно исключение ловить, то будут ловиться все исключения. Все исключения без исключения. В общем, все исключения будут ловиться. С одной стороны, это приятно. Никакие сообщения об ошибках пользователь не увидит. С другой стороны, это не очень хорошо. Это все равно, что... Я не знаю, не очень хорошо себя чувствуя выпить обезболивающее, идти бежать в метровку или что-нибудь в этом роде. Вы не встретитесь... Как бы вы не увидите те проблемы, которые у вас на самом деле есть. Это очень сильно может вам усложнить отладку. Поэтому, ну, что здесь можно сделать? Ну, во-первых, здесь можно, по крайней мере, хотя бы посмотреть, что за исключение мы поймали. Для этого можно сделать вот так. Значит, дело в том, что исключение, которое у нас возникает, мы можем залезть внутрь этого исключения. Это как бы некоторое такое сообщение об ошибке. Мы можем понять, кто оно такое. Можем, например, его распечатать. Вот, видно, что... Вот, я сейчас распечатал это е, и видно, что оно есть деление на ноль. Можно... Интересно, кстати, оно сейчас... Нет. Я хочу посмотреть повнимательнее на этот объект. Вот. Ну, собственно говоря, у этого объекта даже есть какие-то... Ну, как, что у него тут есть? Деление на ноль. Это что такое? Не знаю, кстати, как эта штука работает. Ладно. Можно посмотреть, кто оно такое, вот, собственно говоря. Вот, видно, что оно, что это исключение типа zero division error. Ну, и мне говорят, что это некоторая просто дополнительная строчка, что деление на ноль. Вот. Ну, конечно, самое... Самый неправильный способ использовать исключение вот такой. Вот. Никогда так не делаете. Значит, команда pass не делает ничего. Pass – это просто штука, которую можно написать там, где должен быть какой-то оператор с точки зрения синтаксиса, должна быть какая-то команда, но вы не хотите, чтобы она ничего не делала. Значит, вот такой вот код – это код такого абсолютного, ну, в общем, человека, который настолько боится ездить на машине, что ездит с закрытыми глазами, потому что ему очень страшно. Все ошибки просто игнорируются. Как будто бы их нет. Как будто бы их нет в природе. Вот. Не надо так делать, хотя иногда хочется. По крайней мере, если вы хотите, если вы понимаете, что вы можете встретиться с какой-то неведомой ошибкой, по крайней мере, добавьте какое-нибудь логирование того, какие именно ошибки произошли, с какими объектами они произошли и так далее. Это вам очень сильно поможет потом, когда вы будете разбираться, что же такое случилось. Вот. Но в остальном исключение – это штука, которая бывает полезной. Но ей нужно тоже аккуратно пользоваться. Вот. Так, есть ли какие-нибудь вопросы про исключения? Продолжение следует... Хорошо. Если вопросов нет, тогда давайте поедем дальше. И следующая история, о которой я хотел рассказать, это история про объектно-ориентированное программирование в питоне. Если вы изучали какие-нибудь другие языки программирования, скажем, Java или C++ или C Sharp, то вы могли сталкиваться с понятиями объектно-ориентированного программирования. А если не сталкивались, то сейчас я попробую рассказать, как все это устроено. Надо сказать, что Python, он такой довольно сильно объектно-ориентированный. Когда появился первый объектно-ориентированный язык программирования, назывался Smalltalk, они провозгласили идею, что все является объектом. И в питоне в какой-то мере эта идея реализуется. Но, собственно говоря, мы это уже замечали, что, например, даже целые числа являются объектами. То есть, вот, например, у целого числа есть какие-то методы. Что-то мне не нравится. Турбается. Давайте сейчас обсудим, как создавать собственные классы, собственные типы данных. До сих пор мы работали с существующими уже типами данных, типа строки, числа, списки, словари, кортежи, множество и так далее. Объектно-ориентированное программирование, оно позволяет создавать собственные типы данных. Что означает создать тип данных? Это означает, что вы описываете некоторую такую штуку, которая будет внутри себя хранить какие-то данные, а еще описывать действия, которые можно с этими данными совершать. Давайте представим себе, что мы решили написать, допустим, собственно, в социальную сеть, и нам нужно хранить информацию о пользователях. И для этого мы решили создать класс пользователей. Ну, давайте, значит, сейчас будет немножко магии. Я должен написать некоторый код, и сейчас будет непонятно, что этот код делает, а после того, как я его напишу и покажу, как он работает, может быть, будет чуть более понятно. Допустим, что-нибудь в таком роде. Продолжение следует... Я создаю класс пользователей, и я внутри этого класса описываю две функции. Первая функция называется init, и у нее слева и справа написано по два нижних подчеркивания. Будьте внимания, их тут два. Она принимает аргументы self-login, first name, last name. Вторая функция называется say hello, она принимает единственный аргумент self. И давайте пусть наши пользователи умеют здороваться. Больше пока ничего не умеют. И давайте создадим какого-нибудь пользователя. Даже парочку пользователей. Элиса Боб. Значит, смотрите. Во-первых, что произошло вот здесь? Что произошло, когда я создал объект user? Значит, это как бы вызвал функцию user. Но на самом деле это не просто так вызов функции, а это то, что называется вызовом конструктора. Таким образом, я создаю объект, который относится к этому классу user. И происходит следующее. Значит, вот как видно, я этому самому при вызове user, я в круглоскобках написал три аргумента. И эти три аргумента, на самом деле, это вот эти три аргумента функции init. На самом деле, в тот момент, когда я сделал вот такую штуку, произошло буквально следующее. Запустилась функция init. И этой функции init в качестве первого аргумента передался, так сказать, некоторый пустой объект, пустая оболочка для создания объекта. А в качестве всех остальных аргументов передалось то, что вот я вот здесь написал. Значит, self – это такое стандартное обращение, когда вы изнутри некоторого класса обращаетесь к текущему экземпляру этого класса. То есть в данном случае, ну, как бы, что такое self? Self – это просто я. Что вот здесь вот написано? Значит, вот эта вот функция init, она будет запущена с тремя аргументами – login, first name, last name. И вот в этой функции я должен создать, как бы, себя, записать в соответствующие поля в этом объекте, записать данные, которые мне здесь передали. Значит, соответственно, у меня будет сейчас, у поля user, у меня будет, у объектов класса user, у меня будет сейчас три таких поля. Вот эти вот поля, они называются атрибутами. Значит, у меня будет три атрибута – login, имя и фамилия, first name, last name. Соответственно, если, вот я сейчас создал вот этот самый Alice, если я посмотрю на, допустим, Alice, попрошу выдать у него first name. Вот мне выдадут, что у нее first name – это Alice. Если я попрошу выдать last name, мне выдадут, что last name – это Smith. А если вторая, если 48 ячейка, ну, у вас ругается на то, что юзер не берет аргументов? Проверьте, что у вас все вот здесь вот написано точно так же, как у меня. Во-первых, что это именно класс, а не функция, здесь должна быть не d. Это класс. Тогда проверьте, что у вас init написано, правильно, с двумя нижними подчеркиваниями? С двумя нижними подчеркиваниями. А, вот, есть маленькая ошибка. Вот. То есть, как бы, объект хранит информацию про себя вот в этих вот самых атрибутах. И, соответственно, вот в этих трех строчках мы настраиваем атрибуты того объекта, с которым мы сейчас работаем. Ну, в принципе, я их сейчас настраиваю некоторым тривиальным образом, но можно было бы сделать что-нибудь более веселое. Давайте, например, добавим здесь какую-нибудь собачку перед логином. И я еще раз запущу все эти строчки. Если я теперь посмотрю на логин у Alice, то видно, что вот она добавилась, эта собачка. При вызове у меня не было этой собачки, а тут она добавилась. Вот. Значит, вот этот самый self – это как бы ссылка на самого себя. Мой логин равняется тому логину, который мне передали. Мое имя равняется тому имени, который мне передали и так далее. Дальше. Значит, у вот этого самого юзера есть сейчас не только вот эти атрибуты, в которых он хранит какую-то информацию, но еще вот эта штука, функция, которая определена внутри этого класса. И вот эта функция, она называется методом этого класса. Собственно говоря, с методами классов мы уже сталкивались. С методами объектов. Когда мы создаем список и говорим, что мы хотим к этому списку что-то append, мы пишем имя списка, точка append, и дальше в скобках пишем, что мы хотим приappendить. При этом вызывается метод того объекта, с которым мы работаем. В данном случае метод списка. Сейчас мы сделали метод класса юзер, который называется sayHello. Значит, этот самый метод вот здесь, когда я его описывал, я написал, что он принимает на вход аргумент self. Но когда я его сейчас буду запускать, я ничего, никакого аргумента передавать не буду. Потому что мне это, в общем-то, не требуется. Потому что вот сам по себе синтаксис устроен так, что я уже сказал, к какому объекту я применяю этот метод. Значит, я сказал, что я именно к Alice применяю метод sayHello. И в тот момент, когда Python выполняет эту строчку, он на самом деле делает следующее. Он видит, что sayHello, который относится к Alice, это метод класса юзер. А Alice относится к классу юзер. Дальше он идет в класс юзер, видит там описание этого метода, подставляет вот сюда вместо self как раз тот объект, к которому я применил этот метод. Автоматически это происходит. И после этого запускает вот эту штуку как обычную функцию. Но обратите внимание, здесь внутри этой функции, для того, чтобы обращаться к своим, допустим, к своему имени и своей фамилии, мне, опять же, нужно писать не просто firstName, lastName, мне нужно писать self.firstName, self.lastName. А почему это именно метод, а не функция? Это просто по умолчанию? Это функция, которая является методом. Метод – это частная с лучшей функцией. То есть она у синтези с метода, потому что мы его как в классе прописывали? Да. Но ведь он считает, что тип этой штуки – это метод. Кстати, если вы посмотрите сейчас на тип Alice, то видно будет, что тип у Alice, но вот то, что main – это просто тот модуль, внутри которого мы сейчас находимся, это наша программа. И, соответственно, видно, что тип объекта Alice – это user. То есть как раз мы создали объект нового типа, которого раньше не существовало. Ну, давайте его научим чего-нибудь еще делать, этот user. Да, кстати, если вам нужно вдруг поменять что-нибудь внутри этого метода, допустим, я хочу поменять OLS фамилию, то это можно сделать вот так вот в явной форме. Давайте посмотрим, что это действительно работает. Интересно, почему он не понимает, что… Ну, ладно. Почему-то автодополнение не срабатывает. Ну, вот я поменял у Alice фамилию, теперь она представляется как Alice Johnson. То есть, смотрите, значит, если говорить так совсем общо, то класс – это, ну, вообще питоновский объект – это такая штука, которая, во-первых, хранит внутри себя какую-то информацию, а во-вторых, тут же где-то рядышком у нас находятся действия, которые можно с этой информацией делать. И, в принципе, это такая довольно неплохая абстракция. Довольно часто разные штуки удобно описывать в таком виде. Давайте добавим еще что-нибудь в этот класс user. Чем такого сделать? Да, давайте вот что сделаем. Давайте сделаем так, чтобы было бы видно вообще, что это за объект. Давайте я сейчас сделаю одну вещь. Дело в том, что в соответствии с питоновской соглашениями по стилю названия классов начинаются с большой буквы, а наши собственные переменные, которые не являются названиями классов, являются как бы просто экземплярами классов, с какими-то объектами. Они начинаются с маленькой буквы. Давайте я переименую вот эту переменную, которая у меня была, L с большой буквы. Давайте я ее начну с маленькой буквы, чтобы… В противном случае у меня возникает когнитивный диссонанс. Я понимаю, что я делаю что-то не то. Понятно, что это не ошибка, это просто нарушение некоторых соглашений по стилю, но… Вот. Так, давайте… Да, значит, смотрите, если я просто пытаюсь сейчас вывести объект Alice, или если я просто пытаюсь его так распечатать, то видно, что ничего хорошего мне не говорят про этот объект. Мне просто говорят, что это какой-то объект класса User, который расположен по вот такому адресу в памяти. Информации не густо. Для того, чтобы сделать нормальный вывод этого объекта, нам нужно завести еще парочку служебных функций. Давайте я буду писать дальше. Значит, во-первых, можно сделать вот такую штуку. Называется str. Опять же, значит, это некоторая служебная функция, которая тоже начинается и заканчивается с двух нижних подчеркиваний. Вот таким образом обозначаются функции, которые имеют некий специальный смысл с точки зрения Python, и которые не будут, скорее всего, не будут вызываться явно. Они будут вызываться с помощью каких-то других средств Python. Ну, в частности, вот функция str. Значит, функция str формирует такой человекочитаемое строговое представление. Ну, давайте просто напишем, что это... Ну, я не знаю. Как-то мне нужно видеть, что это за объект. Как-нибудь так я его опишу. Значит, я сейчас заново переопределил класс. Давайте я еще раз заново пересоздам моих пользователей. И теперь, если я пытаюсь распечатать объект Alice, то, видите, вместо того, чтобы печатать вот эту непонятную строчку, мне печатается просто ровно, ну, как бы, что происходит. Вот в этот момент print, он, на самом деле, неявным образом вызывает эту функцию str. И функция str генерирует нам вот эту строчку, используя данные этого объекта. И именно эту строчку print и рисует. На самом деле, то же самое произойдет, если я попробую превратить этот объект в строку. Ну, вот мы сталкивались с тем, что str используется в качестве такого способа превратить что-нибудь в строку. И для конкретного объекта мы можем, для конкретного класса, мы можем прописать, как именно превращать его в строку. Правда, если я просто вот так сейчас наберу Alice, то у меня тут ничего хорошего, опять же, не отображается. Дело в том, что в питоне есть два разных механизма превращения объектов в строки. Один из них как раз называется str, а другой называется rep. И идея в следующем. Ну, давайте я сейчас сначала сделаю... Как-нибудь это сделаю... Ну, видимо, проще всего сделать так. Ну, да, забыл кавычку, русским не бывает. Так, давайте еще раз посмотрим. О, работает. Значит, что такое rep? Rep – это тоже строковое представление некоторого объекта, но у rep и у str немножко разные функции. Str – это такое максимально человекопонятное строковое представление. А rep – это такое строковое представление, из которого можно реконструировать наш объект в идеале. Ну, давайте я покажу на каком-нибудь примере. Скажем, вот допустим... Восвязательный знак и ар... Восвязательный знак R, он, на самом деле... Давайте я пока что обойдусь чуть меньше магии, давайте я сделаю вот так. Это, на самом деле, ровно то же самое. Значит, эффект будет абсолютно такой же. Значит, ну и... И, собственно говоря, сейчас я поясню, кто такой этот rep. Вот давайте представим себе, что у меня есть строка, которая называется 123. И если я теперь просто распечатаю эту строку вот так, print s, то непонятно, вот что сейчас распечаталось. Если я смотрю только на вывод вот этой вот команды, print s, 123, я не понимаю, что был за объект s. Я не могу его реконструировать. Потому что это могла быть строка, в которой написано 123, а вообще это могло быть целое число, в котором просто хранится число 123. И как бы это потому, что print по умолчанию использует в качестве способа конвертировать наш объект в строку, он использует str. Если бы я попросил бы использовать rep, то rep от строки 123. Это строка, в которой в кавычках написано 123. Понятно, как это работает? Я думаю, не должно быть понятно, как это работает. Потому что... Ну ладно, хорошо. Что мы увидим, когда запустим вот такой код? Что такое rep от rep от rep от rep от строчки 1? Я, честно говоря, не знаю. Может, кучка вычек просто. Ну, на самом деле, вот так. Жуть какая. То есть здесь он нам пытается пояснить, что такое rep в его виде. Да, ну то есть, смотрите, что тут происходило. У меня есть строчка 1. Дальше. Rep от этой строчки 1 – это строчка, в которой внутри написано в кавычках число 1. Потому что это такая строка, из которой я должен иметь возможность однозначно, максимально однозначно реконструировать мой исходный объект. И исходный объект – это тоже строка. Вот, например, rep просто от числа единицы. Это просто строка, состоящая из единицы. Ну, а дальше тут становится все весело, потому что дальше я пытаюсь, если я пытаюсь сделать вот так, то здесь ему приходится экранировать кавычку, потому что, ну, чтобы вот эта вот кавычка не… Ну, и если бы он не поставил этот бэкслэш перед этой кавычкой, то тогда бы эта кавычка просто закрыла бы вот эту кавычку. А это не то, что мы хотим. Бэкслэш всегда экранирует символ. То есть, например, если вы хотите завести строку, в которой участвует кавычка, и хотите в качестве разделителя строки тоже использовать кавычки, то вы можете поставить перед вашей кавычкой бэкслэш и получите вот такую вот штуку. Например, вот так можно напечатать кавычку. Что, может быть, не вполне тривиально. Вот, в общем, короче говоря, REPR стремится к тому, чтобы по нему можно было бы восстановить исходный объект. Вот. Ну, поскольку у нас способ создания исходного объекта вот такой, то в качестве REPR разумно использовать как раз ровно вот такое же описание. И сейчас я это сделал. Значит, сейчас у меня REPR от этого самого юзера. Если я посмотрю на Alice, который написал вот так вот, или можно просто вот явно в виде сказать, что я хочу распечатать REPR от Alice, значит, написан некоторый код, и, на самом деле, если я этот код выполню, то у меня создастся копия того же самого объекта. А, ну, кстати, неправда, не она. Тут надо еще было удалить. Видите-ка, я когда создавал этот самый, когда создавал юзера, я приписал к логину собачку. Значит, когда я здесь пишу REPR, надо было убрать эту собачку. Давайте я просто скажу вот так. Теперь будет все совсем правильно. Вот. Ну, и на самом деле мы с таким сталкивались неоднократно. То есть это вот только я сейчас про это говорю явно, но на самом деле мы сталкивались с тем, что, ну, вот, например, если у меня есть какой-нибудь список, допустим, состоящий из строчек, да, то если я просто рисую этот список, то мне рисуется его REPR, который устроен так, что это, значит, квадратные скобки, а внутри квадратных скобок написаны REPR тех элементов, которые там есть. Поэтому они здесь пишутся с кавычками. Если бы я хотел бы их, например, написать без кавычек, то мне нужно было бы что-нибудь сделать такое вот. Что-нибудь в таком роде. Вот. Но если я, например, перебираю элементы и каждый просто распечатаю принтом, то здесь уже никаких кавычек нет, потому что принт использует стр, а не REPR. Вот. Ну, хорошо. Да, и, соответственно, возвращаясь вот сюда, здесь, как видите, я тоже использую REPR. Кстати, а кто может сказать, почему я тут использую REPR? Зачем я написал этот REPR? Что будет без него? Без него не будет строчка выводиться, без него будет просто текст выводиться. Ну, да, собственно говоря, если у меня нет... Вот как у нас и было. Если у меня этого REPR нет, то у меня эта штука будет работать... Давайте я уберу этот REPR. Значит, то... В качестве REPR для этого объекта будет вот такая вот строка, но из этой строки восстановить наш объект нельзя, потому что он скажет ошибка. Поэтому давайте вернем. Значит, можно написать REPR в скобках объект, а можно поставить после этого объекта высказательный знак R. Конкретно в... Ну, это часть синтаксиса вот этих самых F-стрings. Значит, эта штука понимает, что если я написал здесь высказательный знак R, то я хочу сформатировать эту строку не методом по умолчанию, который является стр, а именно методом REPR. Вот, ну и все дальше работает. Так, ну хорошо. У нас уже такой получается симпатичненький класс. Давайте теперь сделаем чего-нибудь полезное. Давайте. Какие действия с пользователем можно делать? Его можно удалять. Удалять можно, но не всем понятно, что это значит. Но если вдруг вы хотите, если вдруг вы создали переменную, а потом хотите ее удалить, то вы можете это сделать с помощью команды del. И это как бы... Но это не имеет отношения конкретно к нашему классу. Это просто общий способ, как можно удалить переменную. При этом, кстати, объект мог не удалиться. Если на этот объекте есть другая ссылка, вот, допустим, я создал Alice... Значит, если я сейчас удалю Alice, то Alice backup на самом деле все еще будет существовать. У нас есть две ссылки на один объект, и одну ссылку я грохнул. То есть объекта переменной под названием Alice уже не существует, но зато сам объект вполне себе живехонький. Ладно, это отступление. Давайте... Ну, хорошо, давайте что-нибудь... Давайте забаним. Давайте дадим возможность сделать так, чтобы мы могли бы забанить пользователя. Давайте скажем, что когда пользователь создается, он по умолчанию не является забаненным. И у нас теперь есть метод ban, который... забанивает пользователя. Ну и давайте мы это свойство будем где-нибудь использовать. Например, если пользователь забанен, то он не может говорить hello. Иначе может. Где я ошибся? А, после Alice не поставил двойточие. Давайте еще раз создадим нашего пользователя. Давайте. Значит, вот Alice пока что не забаненная. Радостно приветствует нас. Ни о чем не подозревает. Теперь мы ее забаним. Вроде бы ничего не произошло. Никакого эффекта. Но на самом деле, если мы теперь попробуем запустить say hello еще раз, видно, что ничего не получается. Давайте еще что-нибудь сделаем. Давайте добавим сюда какой-нибудь список друзей, который изначально пусть будет пустым. и давайте добавим функцию addFriend, которая будет добавлять в свой список друзей, добавлять второго товарища. и давайте сделаем что-нибудь. Давайте напишем функцию, с помощью которой мы можем заставить пользователя сказать hello каждому его другу. Для этого нужно сделать следующее. Значит, мы перебираем всех друзей. и для каждого друга мы печатаем hello. И здесь его, друга, имя. Вот такую штуку. Давайте сделаем Элиса и Боба. Давайте добавим Боба в друзья к Элису. Хорошо, давайте еще одного пользователя заведем. Что-то будет сестра Элис. 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 Клаудия. Вот. Тут видно, что, поскольку мы добавили друзей в список друзей Элис, Видно, что когда ей пришлось всех этих друзей поприветствовать То она с этим чудесным образом справилась Посмотрите, как написана вот эта вот штука То есть эта штука предполагает, что в списке self-friends Тоже находятся объекты того же класса user И в частности то, что у них обязательно есть first name И, соответственно, она их всех перебирает И выдает вот такую штуку Ну и в частности это действительно сработало Элис нам поприветствовала Боба и Клаудию Вот как, похоже на правду Значит, я сейчас тут довольно шустренько все это рассказываю Если вы потерялись, не стесняйтесь чего-нибудь спросить У нас друг, по идее, не обязательно может быть другой юзер У нас друг, не естественно, это юзер получается Но мы не делаем никаких явных проверок В принципе, мы могли бы сделать явную проверку Например, мы могли бы сказать Вот в тот момент, когда мы делаем addFriend Мы могли бы сказать что-нибудь вроде такого Значит, if Неправда, что other является юзером Давайте мы выдадим исключение Да, я не сказал Значит, я сказал, как обрабатывать исключение Но иногда полезно наоборот самим Как бы сообщать, что что-то пошло не так И для этого нужно использовать ключевое слово race Которое позволяет наоборот сообщить исключение Сообщить о том, что произошло исключение То есть, как бы вызвать ошибку И давайте, вот если так оказалось Что нам передали в качестве друга Не пользователя что-то другое Давайте мы вызовем исключение value error И скажем, что Давайте посмотрим, как теперь это будет работать Если я... Ну, значит, вот тот код, который у нас сейчас написан Прекрасно образом работает Но если я теперь попробую добавить Скажем, вот я забыл о том, что у меня Добавлять нужно именно объекты класса user И пытаясь добавить просто строчку Пожалуйста, он мне выдает сообщение об ошибке Это как раз хороший пример Ну, то есть, он относительно хороший Но, в принципе, неплохой Значит, почему он хороший? Ну, потому что, в принципе, мы могли бы не писать функцию addUser Мы могли бы, в принципе, не писать функцию addFriend Мы могли, в принципе, обойти Значит, мы могли просто написать так AliceFriendsAppendBobSmith И, в принципе, никто нам не помешал бы это сделать Но одна из идей объектно-ориентированного программирования состоит в том, что Вы... Ну, как бы, что у объекта, на самом деле, у него могут быть какие-то Требования к тем данным, которые в нем хранятся Что не все возможные комбинации данных являются допустимыми И когда вы делаете какие-то манипуляции с данными, которые принадлежат объекту То довольно часто это лучше делать не напрямую Обращаясь к соответствующему атрибуту Как вот здесь у нас получилось А лучше это делать с помощью специализированной функции Потому что эта функция может не просто тупо добавить объект Например, а еще и заодно проверить Подходящий ли этот объект для наших целей Потому что если бы мы вот эту проверку здесь не написали бы То у нас возникла бы проблема вот в этом вот месте То есть в тот момент, когда мы бы добавили что-то не то в список друзей Никакой ошибки бы не возникло, зато ошибка возникла бы подпозже И это чего мы обычно не хотим Мы обычно, то есть как бы в идеале ошибка должна возникать как можно быстрее Как можно раньше В тот момент, когда мы в первый момент сделали что-то явно не то По идее должна возникать ошибка Ну, надо сказать, что в целом Python, он такой Относительно вот таких вот проверок Как бы считается, что, ну, наверное, разработчик знает, что делает И, наверное, если сюда нужно добавлять объекта класс юзер То, может быть, разработчик не будет сюда добавлять ничего лишнего Вот, значит, делать или не делать вот такие вот явные проверки типов Это такой довольно философский вопрос Но иногда это бывает очень полезно Значит, из инстанции проверяют, что вот этот объект, он принадлежит вот к этому типу Вот Так, еще вопросы Можно перебрать всех пользователей? Все объекты класс юзер вообще, какие бывают в природе Ну, это, как правило, не то, что вы хотите Я не знаю, есть ли такие средства в Python Я подозреваю, что где-нибудь есть, если далеко закопаться Но, как правило, вам это не нужно Потому что, ну, вот сейчас я, конечно, создаю все эти объекты ручками Но что будет происходить на практике? На практике эти объекты, они будут создаваться Ну, например, пользователь регистрируется на сайте Значит, вот в процессе его регистрации вы такой объект создаете А потом вы, допустим, записываете эту информацию из этого объекта в какую-нибудь базу данных А потом пользователь залогинивается Вы смотрите, где он есть там в базе данных И из баз данных вытаскиваете про него информацию Опять же, для того, чтобы что-нибудь там с ним сделать Показать ему страничку, забанить его Или наоборот, в общем, короче говоря Или добавить комментарий от его имени Вот, вы, опять же, вытаскиваете эту информацию из базы данных Создаете этот объект И пользователю что-то показываете Но идея о том, что вы в какой-то момент в программе Насоздавали объекты класса юзер А потом забыли, где они есть Но это выглядит довольно странно То есть, как правило, вы все-таки сами поддерживаете Если вам нужно создать 10 пользователей Скорее всего, вы создаете какой-нибудь список пользователей Или какой-нибудь словарь, в котором будут написаны Идентификаторы пользователей и сами пользователи В общем, что-нибудь такое будет Какая-то структура данных, которая будет сохранить А так, в принципе, можно сделать такой класс Ну, то есть, можно помудрить самим себе классом Можно написать такой класс, который будет хранить информацию Про всех объектов этого класса Про все свои инстанции Такое есть Такое можно сделать Но Не вполне понятно, зачем Ну, то есть, видимо, есть у этого какие-то юзкейсы Потому что я такое видел В качестве примеров того, что можно сделать Но так сходу непонятно, зачем Ну, в принципе, вы могли бы сделать что-нибудь вроде такого Ну, вот, пожалуйста Собственно говоря, сделал Значит, просто в момент инита И я просто добавляю Значит, у меня есть какой-то глобальный список call users И я добавляю себя в этот список call users Каждый раз, когда создается новый объект Вы обещали поговорить про двойной подчеркивание Собственное что Ну, смотрите Значит, вот эти двойные подчеркивания На самом деле, они Ну, зачем это нужно? Ну, потому что вдруг вы хотите сделать в классе user Свой собственный метод, который тоже называется str Но это не тот метод, который вот этот специальный Который Python будет вызывать Когда вы, например, вызываете функцию str А это какой-то ваш метод, который вам для каких-то совсем других целей нужен Чтобы таких коллизий не возникало Вот такие вот специальные методы Которые Python для чего-то сам использует Они всегда начинаются и заканчиваются двумя нижними подчеркиваниями Просто чтобы не перепутать случайно То есть это используется уже заранее Да За какими-то функциями Да, это какие-то зарезервированные названия В принципе ничего не будет плохого Если я, например, для какого-либо бана буду Эти же двойные патча использовать Просто он будет знать, что только к этому Что это применяется к этому юзеру Только так Если вы вот так вот сделаете То это будет очень странно Потому что Ну, почему это плохо? Например, потому что в какой-то момент Разработчики Python могут решить Что нужно добавить некоторую специальную функцию бан Которая будет неизвестно, что делать с этим объектом Но что-нибудь они придумают И после этого вот этот вот ваш код Начнет конфликтовать с новыми версиями Python Это, наверное, не то, что вы хотите Нет, наоборот, он должен защитить меня от конфликта Потому что я заранее сказал, что типа Вы там добавляете, что хотите Но вот бан по отношению к юзерам не трогайте Это вот я сам его определил Не надо Нет, 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 нет Все-таки не предполагается, что разработчик будет сам придумывать Свои вот такие вот функции С двумя нижними подчеркиваниями Значит, есть другая конвенция А именно, что если вы хотите Чтобы Ну, вот, например, вы не хотите И категорически не хотите Чтобы пользователь Разработчик, который пользуется вашим классом Вот вы категорически не хотите Чтобы он добавлял фрондов В список фрондов Вручную То есть не с помощью специальной функции AddFriend А вручную Тогда есть конвенция Что тогда вам нужно начать Этот самый соответствующий полю Соответствующий атрибут Начать с нижнего подчеркивания Это будет просто сигналом к программистам Что вот сюда вот лучше Грязными руками не лезть А лучше использовать специальную функцию Которая все сделает как надо Как правильно Ну, вот Значит, мне нужно будет вот так вот сделать То есть, как бы С точки зрения питона Он вообще не очень понимает Что это за нижнее подчеркивание И ему все равно Для него нижнее подчеркивание Это такой же символ, как все остальные По крайней мере в этом контексте Но для программиста будет понятно Что вот это вот свойство Лучше руками не трогать Вот Но если вы проходили Какой-нибудь Java То вот в Java Или там в C++ Там вот такие вот вещи Они гораздо более жестко инфорсиваются Там есть private и protected атрибуты классов И там на уровне языка просто сделано ограничение Что если атрибут объявлен как, допустим, private То никак, кроме как из методов этого же самого класса Вы не можете к этому атрибуту обращаться Это, опять же, сделано ровно для того Чтобы сделать такой объект Который будет защищенным Такой объект В который Во внутренности которого нельзя залезть И что-то там поменять Обязательно нужно пользоваться теми интерфейсами Которые прописал разработчик этого следующего класса В Python Такого жесткого Никаких таких жестких штук нет Просто есть соглашение Вот такое Ну и давайте еще одну штуку сейчас покажу С нижним подчеркиванием Вот смотрите Давайте представим себе Что я хочу сделать какую-нибудь вот такую штуку Хочу сделать свои собственные целые числа Которые будут устроены так Значит, init Допустим Репр, конечно, одну только self принимает Ну давайте Кстати, если описан только репр То делается автоматически И совпадает с этим репром И давайте сделаем что-нибудь странное Вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 У вас перед дефом пустая строчка Я сделал что-то довольно странное Давайте посмотрим, как это будет работать На удивление чудесным образом работает Я сделал такую штуку, которая прикидывается целым числом Но при попытке прибавить к нему другое целое число Вместо того, чтобы действительно его прибавлять Оно на него умножает Смотрите, какая красота Можете еще раз глаз сам показать? Спасибо Что я здесь делаю? Это я просто создаю самый простенький конструктор Эта функция называется конструктором Создаю самый простенький конструктор Который просто запоминает то, что ему передали В внутреннюю ячейку Rep тоже самый простенький Просто делается tr от всего значения Дальше магия начинается вот в этом add Опять же, я использую специальный метод add Это та функция, которая будет вызываться В том случае, если вы хотите Если вы используете ваш объект Если вы пытаетесь его сложить с каким-то другим объектом На самом деле, эти стандартные арифметические операции Это тоже не оба чего в питоне А это такие штуки, которые вызывают Что делает плюсик? Плюсик на самом деле это такая штука, которая вызывает Берет свой левый аргумент И вызывает у этого левого аргумента метод add А в качестве аргумента этого метода add Передает ему правый аргумент То есть вот такая запись x плюс 4 эквивалентна вот такой записи И, соответственно, что я здесь сделал Я переопределил операцию сложения Так, чтобы в результате операции сложения Я на самом деле сейчас определил две возможности Первая возможность – это сложить число типа myint С обычным числом типа int В этом случае оно просто в качестве того значения, на которое я умножаю Используется само это другое число Или может оказаться, что у меня есть два числа типа myint И я их тоже могу сложить между собой И после этого я говорю, что После того, как я определил, на что же мне нужно умножать Я говорю, что в результате этого умножения Нужно создать новый объект типа myint И его значение должно быть значением Меня умножить на значение своего правого Правого аргумента этого как бы сложения Вот, ну вот, соответственно Можно в какой-то момент поставить разработчиков в тупик Потому что он видит, что числа Что объект вроде как ведет себя очень похоже на целое число Но целым числом не является Потому что вот он вот так вот очень странно взаимодействует с другими числами Вот, вы можете спросить, зачем это нужно Ответ, ну, представьте себе, что вы хотите реализовать какой-нибудь класс Который, допустим, не про числа, а про многочлены Вот многочлены тоже можно складывать, можно умножать Друг на друга И дальше вполне естественная идея состоит в том Чтобы ваши многочлены тоже были бы такими же объектами, как целые числа Но только многочленами И для них нужно определить операцию сложения, операцию умножения И вы их определите, и получится все очень естественно и красиво Ну, собственно говоря, вот объектно-ориентированный программирование Он позволяет делать такие вещи Создавать новые типы данных, создавать новые классы Причем в идеале такие, которые бы вели себя некоторым естественным образом Ну, вот как-то так Есть ли еще какие-нибудь вопросы? То есть, получается, что в питоне, когда мы в конструкторе объявляем атрибут, он всегда типа паблик? В питоне, в принципе, нет private атрибутов Сделать в питоне, окей, в питоне можно сделать штуку, которая будет вести себя как private атрибут Но это нужно Короче, нет, я не буду вам это показывать По-моему, с помощью классов это сделать невозможно Но это можно делать с помощью closes То есть, вы создаете функцию, внутри этой функции определяете какую-то штуку В общем, короче говоря, нет Даже не буду показывать Нету private атрибутов Ну, как бы разработчики питона решили, что, ну, есть некоторая конвенция, которую все должны, по идее, соблюдать Начинается атрибут с нижнего подчеркта, значит, он private Если программист, который использует ваш класс, сам себе злобный бротина и пытается использовать private атрибут Ну, тогда, если он все сломает случайно, то это будет его проблема А если он разумный человек, то он не будет использовать private атрибут Поэтому и нечего, и нечего enforce это на уровне языка Ну, логика какая-то примерно такая Вот, еще вопросы Ну, хорошо, а все тогда на следующем